здравствуйте дорогие друзья меня зовут юля вы на канале о вязании сегодня пятница хочу записать для вас небольшое разговорное видео возможно когда вы посмотрите это видео вы не будете повторять моих ошибок принципе для этого я не записываю его сегодня хочу поговорить о носках но это будет касаться не только носочной темы и так если вам интересно оставайтесь со мной ну а я буду рассказывать что же случилось какую ошибку допустила что же пошло моем вязание не так вы знаете что у меня есть магазин где я стараюсь продавать носочки вижу на заказ вижу на наличие и вот где-то месяц назад я решила вязать детские носочки потому что у меня есть остаток пряжи есть это пряжа которую я окрашивала сама и там вот как раз был остаток то есть осталось у меня молочная ниточка белая элизе комфорт сокс супер вошь дал точнее и чтобы она просто не пропадала я решила ее окрасить ну и чтобы вот эта пряжа тоже долго не лежала потому что из нее больших размеров не сложишь там 38 39 и так далее я решила связать детские носочки и вот у меня сейчас вам покажу первые вот они у меня принципе получились не вижу что я хочу достать вот это первые были мои носочки то есть было вдохновение я вязала с большим удовольствием и вот такая пара у меня получилось это был белый цвет я его покрасила это первая моя такая небольшая опасно было небольшой эксперимент мне конечно же понравилось сейчас меня не остановить конечно есть некие проблемы которые это стараются сделать но все таки вот когда хочется я прикладываю максимум усилий и крашу пряжу вот такая красота здесь мысочки я связала желтом цвете конечно желтый цвет я не красила это был у меня снова же остаток элизе или элизе артисан или супер вош но точно не помню вот такие они получились классные все красители держится хорошо все здорово то есть первую пару я связала дальше я связала вторую пару вот то что тоже из пряжи которую красила сама это уже был молочный цвет конечно вот когда я уже говорила еще хочу сказать вот когда покупаешь когда покупаешь белый цвет он идет намного мягче нежели все остальные цвета и вот даже после окрашивания эти носочки вот как бы связаны с мериноса а вот здесь уже идет полотно пожестче вот прям шерстистой так чувствуется это же мысочки я связала это тоже элизе артисан то есть мысочки у меня связаны другим цветом получается вот так это вторая пара была дальше у меня как бы уже остатки закончились то что я красила и взяла остатки которые уже были недовязаны то есть были куплены вот такой розовый цвет и вы знаете вот когда я вязала из пряжи который красила сама мне конечно больше это приносило удовольствие я прям с большим желанием вязала и быстренько то есть я за день могла связать одну пару все здорово шоу так он еще сделаю все здорово шоу то есть на одном дыхании за день я могла связать одну пару детских носочков так получается но когда я стала вязать из пряжи однотонной то что была куплена смотрите я связала вот носочек первый и у меня была достаточно длительная пауза ну вот как-то я остыла у меня там еще был большой процесс это плечевое изделие виде джемпера мужского я бросил на него все свои силы все все свое свободное время и вязала его не переставая то есть как бы больше не отвлекалась ни на какие другие изделия а потом у меня еще был ажурный джемпер по которому я должна была снять последнюю заключить заключительную часть мастер-класса и тоже на него бросила все силы как-то было не до носочков но вот вчера позавчера я решила вернуться и довязать потому что вот эту пару я вязала для племянницы но как бы мне не к спеху было но все равно я поняла что нужно уже связать закончить эту историю и получается что вот позавчера я довязала 2 носочек то есть я его носочки я стараюсь конечно вязать сразу два но вот здесь как-то я не стала искать вторую пару спиц 225 потому что носочки вижу именно на этом номере на двойке бываю вижу бываю на 225 и вязала вот сначала первый носочек чтобы сделать такое уточнение и потом уже вот позавчера где-то перерыв был две недели возможно даже три и вчера на этих же спицах и за позавчера извините позавчера на этих же спицах из этой же пряжи я связал 2 носочек я уже тогда видела что получается так а второй носок выглядит побольше но я думаю постираю если друг там первый носочек вытянул побольше там ширину длину чтобы как-то выровнять но не тут то было понимаете в чем проблема получается у меня изменилась плотность вязания возможно я спешила и за собой еще так замечаю что если я спешу хочу быстро довязать носочек я начинаю вязать рыхлее то есть петли у меня по свободнее побольше получается и выходит вот то что вышло в принципе я конечно очень расстроена конечно эту пару и отдавать не буду хотя мне идея сама очень понравилась потому что вот здесь такой интересный мысочек связан тоже из остатка в нет визель сицилия вот первый носок просто идеальный а второй меня сильно подвел к чему я это вообще веду я знаю что могут написать что здесь нет никакой информации полезной но поверьте мне кто столкнется с этой проблемой он поймет что это реально большая огромная проблема и это касается не только вязаных носочков не только их и мне кажется эта проблема многих вязальщиц например мы вяжем мы вяжем джемпера мы вяжем кардиганы откладываем вязание на какой-то неопределенный срок потому что появляются более интересные процессы нам хочется вязать что-то другое хочется уделять внимание чему-то другому и мы откладываем потом берем в руки тот старый процесс возможно там нужно его закончить возможно снова вернулась вдохновение его вязать разные причины есть по которым мы возвращаемся к тем процессам которые как бы в определенное время нам перестали нравится и выходит что уже плотность не та и ладно еще если мы связали реглан мы связали вот связали реглан да нам если мы вяжем сверху вниз нам осталось в за тело и рукава получается так ну и пускай до плотность сменилась ну тело будет порыхлее и там с рукавами разберемся это еще ладно но бывает же такое что мы связали реглан тело и связали один рукав а вот уже второй рукав мы берем вязать там через месяц через два когда наша плотность меняется и меняется на от настроения и такое бывает да вот скорости нашего вязания такое тоже бывает поверьте я прошла много чего и давно уже вижу как бы плотность должна быть стабильной у меня принципе так и получается если никуда не спешу но как показывает практика бывает что плотность меняется хотя как бы не должна но от скорости вот случается то что случилось и когда мы начнем вязать второй рукав конечно же уже плотность наша сказывается на длине и на ширине вот когда мы вяжем две одинаковые вещи как бы они должны быть вот тогда это очень сильно заметно поверьте мне поэтому дорогие мои я оставлю вам ссылочки на мои мастер-классы где можно сразу одновременно вязать два одинаковых элемента изделия это два рукава которые вяжутся снизу вверх при реглане снизу вверх и на рукава которые вяжутся сверху вниз аналогично при реглане сверху вниз а носочки как я вижу носочки потому что у меня много зрителей которые смотрят видео про носки это видно по видео с таблицами носочными но прям уже наверно месяца три держится его просматривают регулярно так вот что я хочу сказать я так и не научилась вязать сразу два носка на одних круговых спицах это есть моя проблема но мне кажется это невозможно при вязании французской пятки может быть какая-то другая пятка я конечно не разбиралась вот как научилась вязать французскую пятку мне этого достаточно она у меня устраивает на все сто процентов и просто это невозможно как я делаю в принципе наверно так делают многие кто не ленится найти вторую пару спиц это я мне было просто лень хотя должна была и вязать вот провязали резинку на одной паре спиц ну то есть первый носочек провязали резинку берете вторую пару спиц набираете тоже количество петель и вяжете снова резинку провязали здесь же пагалинок и вяжите пагалинок на вторых спицах провязали пяточку клин подъема и вяжите на следующих спицах клин подъема пяточку потом вяжите стопу и переходите на следующий спицы вяжите стопу вяжите мысок и переходите на следующие спицы вяжите мысок это самое правильное решение я старалась конечно вчера разобраться вот что еще могло повлиять на мою плотность могу еще повлиять на мою плотность то что я последний раз перед носочками вязала джемпер и там спицы 6 половина это тоже может влиять на плотность вот этот переход с большого номера спиц на маленький такая большая как бы ступенька это тоже может влиять на плотность поэтому конечно я расстроена очень сильно не хочу отдавать такие носки и тем более не хочу такие носки выставлять на продажу потому что это никуда не годится так не должно быть и впредь я буду бороть свою лень и брать сразу то есть искать вторую пару спиц и вязать два носочка сразу насколько это возможно очень жалко поэтому я их просто буду выбрасывать ну потому что у меня детки уже для этих носочков большие и они нам не подойдут кому-то отдать вот просто так возможно вы сейчас подумаете у меня рука не поднимется потому что ну вот видите посмотрите знаю как вам показать ну вот настолько они большие вот где-то сантиметр это точно вот смотрите и в т.о. ничего не исправил так я связала эти носочки конечно я вчера уже начала вязать новые как бы на замену потому что вот хочется отдать как можно скорее так затянула с этим делом и и уже вторую пару начала вязать из пряжи лизе артисан а цвет к сожалению вам не скажу вы его могли видеть потому что я показываю его и в покупках в прошлом году и уже вязала из этого цвета носочки вот такая красота и не одну пару я связала детских носочков из этого цвета и еще осталось так получается вот такой уже манжетик связала здесь резинка 3 на 1 я уже разные резинки вязала и 4 на 1 и 6 на 2 то есть разные разные привязала ну конечно 1 на 1 2 на 2 но мне вот захотелось чего-то такого получается что же резиночку связала и теперь буду начинать вязать резинку 2 носочка потому что вязать их начала вчера достаточно поздно и успела только провязать резиночку первого носка поэтому беру второй моточек вот он у меня я сразу разматываю не вижу с одного мотка потому что мне неудобно и буду вязать 2 носочек только так теперь только так потому что ну подвела меня конечно плотность скажем так самое неподходящее время и когда я вот связала розовые носочки мне сразу захотелось связать еще одну пару и вот у меня еще вот такая пара детских носочка для мальчика и здесь я по масочку уже опустила остаточек собственного окрашения пряжи мне кажется очень классно сочетается вот эти носочки будут для племянницы вторые вижу для племянницы а эти носки будут для племянника но мне кажется что-то большего то получилось снова же все от плотности вроде по рядам все правильно должна была связать но большие не маленькие скажем так померяют если большие вот прям сильно то мне не составит труда связать еще одну пару поменьше поэтому не вижу проблемы пускай полежат подождут ножку и будут носиться это однозначно главное что не маленькие вот что очень важно такая красота ну здесь конечно все одинаково потому что вязала сразу сразу два носка увидела свои розовые увидела свои ошибки поняла с меня хватит вот потратила время оказывается зазря как то так получается вот дорогие друзья так что не совершайте мои ошибки принципе у меня канал для того чтобы вы учились учились вязать и учились не делать ошибки которые возможно когда-то как-то получается у меня мне кажется лучше я здесь расскажу не буду скрывать не буду говорить что я вижу прям идеально с первого раза что прям никогда не ошибаюсь это не так главное знаете что сделать ошибку разобраться почему она случилась и ее исправить ну и конечно поделиться с окружающими чтобы они не тратили время на ваши же ошибки на мои скажем так я думаю что каждый сталкивался с такой проблем когда меняется плотность я же говорю это очень заметно когда вот даже если вы не вяжете носки а заметно плечевых изделиях вот особенно на рукавах потому что там там две одинаковые детали они должны быть одинаковые поэтому я ссылочки вам оставлю где вы разберетесь и научитесь вязать сразу два рукава и у вас таких проблем не будет или же не оставляйте надолго свои процессы довязывайте сразу и все у вас будет хорошо спасибо огромное за ваше внимание если вам было полезно это видео или просто было интересно меня послушать ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ну а я буду для вас снимать еще новые видео новые мастер-классы и думаю что скором времени мы с вами снова увидимся всем хорошего дня и берегите себя мастер-классы и